Демократия Хорошо, а обед по расписанию Кинула девушке 10 долларов в коробку для поддержания мультикультурных семей На поддержание наших детей, на их образование, на помощь им всякую всевозможную Хотя я не знаю, что тут помогать, да они и так как сыр-масли живут Никто их ни в чем не ущемляет, наших интернациональных смешанных детей В общем, в Корее проходит, вот на этой главной площади проходит огромное количество всегда всяких акций протеста Как массовых, так и не одиночных, всяких разных Корея очень политически активная страна После Франции она занимает второе место по протестам, по количеству протестных акций Все акции проходят тихомирно Никто никогда не дерется, никакие фаеры не бросает Видите, как тут шумно? Сеул, город довольно такой энергичный Эмоциональный, шумный Так, тут что, американские флаги Что за акция Довольно сложные для меня корейские надписи Перевести их не так просто, это не бытовой язык какой-то Как вы сами понимаете Политические какие-то лозунги Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас он говорит о том, что... Россия обогнала Корею по валовому ВВП. Раньше была Россия на 12 месте, а Корея на 11 месте, а сейчас они поменялись местами. Вот это то, что я услышала из его текста, что якобы при Пакне, якобы мы жили лучше, а теперь наша экономика упала настолько, что аж прям теперь хуже, чем в России. Хотя по этим показали, Индия лучше всех почти, Китай, Бразилия там или какие-то такие страны. В общем, страны очень бедные, где население живет очень бедно. В той же Индии вы знаете, как живет население. И тем не менее, по вот этому валовому какому-то там, она то ли на 6, то ли на 7 месте намного опережает все экономически развитые страны. Ну вот, в общем, что-то про это говорится. Корабль, помните, утонул корабль в Корее всего. Уже сколько лет прошло, а до сих пор стоят вот эти вот палатки, и они, наверное, будут стоять здесь всегда. Желтый вот этот вот риббон, это символ этой трагедии. Здесь вот фотографии всех школьников, всех людей, что там погибли. Это самая наистрашнейшая трагедия, которая была в Корее. Тут же резвятся дети. И когда я прохожу мимо этого места, у меня всегда слезы поедут. Видите символика этой трагедии? Желтый этот риббон висит на каждой лавочке. С очень трогательными надписями. С такими надписями, что если их прочитать, то не плакать просто невозможно. Поэтому я не читаю. Всякие охладительные системы здесь. Водные, паровые, всякие разные. Сейчас камера мне зальет. Хотелось бы немного еще рассказать про корейскую архитектуру. Про отношение корейцев к истории, к каким-то историческим зданиям. Считается, что в Азии, в Японии, в Корее особо не церемонятся с историческими зданиями. Сносят, строят новые. Дело в том, что отношение к жилью у корейцев немножко отличается от европейцев. То есть они сохраняют какие-то традиционные дома, какие-то традиционные улочки в небольшом количестве. Улочки с традиционными какими-то домами. Сохраняют, восстанавливают вот эти вот дворцы главные. Где-то даже просто в многоэтажках, во дворах устанавливают вот эти в традиционном стиле беседки всякие. Делают в этом стиле, сейчас уже даже строят дома в традиционном стиле. Но вот так, чтобы жить в старье, корейцы не согласны. Они предпочитают жить в современных, удобных условиях. Поселить корейца в старый дом, где нет лифта элементарного. Или там какие-то косяки с окнами, с кондиционерами. В общем, там, где жить будет не очень комфортно, но этот дом будет как бы цениться как объект культурный. Когда корейцы на это не пойдут, они на это не подпишутся. Для них самое главное это комфорт. В общем, они спокойно сносят старое жилье и строят новое, которое будет соответствовать всем их потребностям. Вот. И тем не менее, они очень хранят традиции, сохраняют очень сильно. И национальные одежды постоянно одевают на все праздники, надевают. И дворцы сохраняют, поддерживают, причем их в таком шикарном виде. То есть, у них работники делают так, что все прям, даже если это будет отреставрировано, что вы никогда не догадаетесь, что это уже отреставрировано. Вы будете думать, что это много-много-много вековое там какое-то произведение искусства. То есть, они очень трепетно к этому относятся. Но это должно быть как бы вот музей-музей. А жилье это жилье. Все. Никаких компромиссов, понимаете. Поэтому в этом плане, да, корейские какие-то обычные такие здания, они не блещут какой-то архитектурой. В основном это последние какие-то тенденции строительные. Сейчас они строят вот там вот где-то в горах прям целые такие кварталы старинных вот этих вот корейских ханоп. Ханоп Майль называется кварталы из старинных корейских дворов. Домов, домов, дворов. Все. Музыка орет, я ничего не изображаю. Сколько это концертов? Какие-то подготовки. Видите, все полицаи с зонтиками. Ой, как громко. Даже полицаи не хотят закорить. А чё, не люди, что ли? Вот идет дворец, это Кёнбук-кунг. Когда вы заходите внутрь этого дворцового комплекса, вы вообще забываете, где вы находитесь. То есть вы попадаете в Древнюю Корею, и все. Как только вы оттуда выходите, вы попадаете уже в 21-й век. Лично мне нравится именно такой формат, чтобы истории было отведено много места, чтобы вы могли насладиться всей этой исторической архитектурой, но не жить в ней. Я считаю, что жить в таких домах, не современных я имею в виду. Сейчас, конечно, уже строят, хоть и в традиционном стиле, но их строят уже современные, со всеми необходимыми удобствами. Но вот именно в старье, жить в старье, конечно, врагу не пожелаешь, где уже все устаревшее, ничего не предусмотрено, никакого комфорта. Поэтому мне нравится именно корейский подход и именно корейский формат. Кстати, многих бесит на моем канале. Ну, не многих, некоторых бесит, что мне так нравится Корея, что я всегда в каком-то позитивном ключе отзываюсь от этой стране, об этой стране. Но я считаю, что это абсолютно логично, что это абсолютно логично, что это абсолютно нормально, так как я живу здесь именно потому, что мне здесь нравится. Для меня в Корее минусов не существует. Если они существуют для кого-то другого, то, ну, как бы каждому свое, правильно? Кому-то нравится что-то одно, кому-то что-то другое, на вкус и цвет, как говорится. Для меня в Корее минусов нет. Единственный минус для меня в Корее – это экология. Но и с ней сейчас борются, предпринимают какие-то меры, и я считаю, что все будет хорошо. Уже налаживается, уже становится намного лучше и намного проще дышать. Так как зависит это не только от Кореи, в основном это зависит от Китая. Поэтому здесь я ничего не могу сказать. Что есть, то есть. Экология, как вы сами понимаете, это не самый маленький такой минус. Это довольно такой большой минус для проживания в стране, для того же, чтобы растить детей в этой стране. Экология – это чуть ли не одно из самого важного, я считаю. Но эта проблема есть, и я никогда не буду ее утаивать, если какие-то минусы мне не нравятся. Я всегда скажу. Но это единственное, что меня не устраивает. Пока в Корее. Пока. Остальное все заточено под меня. Это моя страна. Она меня полностью устраивает. Поэтому я не могу тут ничего сказать. Негативные комментарии делятся 50 на 50. Одних бесит, что я нахваливаю слишком Корею, а других бесит, когда я говорю про какие-то минусы. Когда я сходила в этот парк и увидела там какие-то недостатки. Гневных комментариев было очень много. Типа, да ты зажралась, да ты там это самое. Всяко-разно. На меня катили баллон. Раз ты там живешь, ты должна быть благодарна, всему радоваться. Товарищи, это смешно. Я не знаю, наверняка мне дети какие-то это пишут. И я понимаю весь этот детский максимализм. Но тем не менее, это настолько смешно, что это даже для ребенка смешно. Правда. Подумайте сами об этом. Задумайтесь. Поэтому я понимаю, что угодить всем невозможно. Если будешь говорить про минусы, будут гневные комментарии. Если будешь говорить про плюсы, будут гневные комментарии. Благо, что все-таки 99% моих подписчиков люди абсолютно адекватные. Они уважают мою точку зрения. Они уважают мой труд. И все прекрасно. Я считаю, что на моем канале просто все идеально, прекрасно. Меня смотрят прекрасные люди. Очень умные, очень добрые, очень такие отзывчивые, очень приятные. И поэтому я как бы занимаюсь этим делом, своим любимым делом, Ютубом. Недовольные тоже бывают. И это нормально, я считаю. Единственное, совсем уж хамские такие комментарии. Бывают просто комментарии оскорбительные, хамские, вообще беспардонные. Я не только удаляю эти комментарии, но я сразу блокирую этих подписчиков. Я их блокирую, потому что если человек один раз излил на вас тонну дерьма, то он будет делать это постоянно. Мне это не надо. Я канал свой заводила не для этого. Для меня не важно, сколько у меня, количество какое подписчиков. Я не гонюсь за цифрами. Для меня важно, чтобы мои подписчики были люди адекватные, чтобы им нравилось то, что я делаю. Но кому не нравится, могут высказывать свое мнение. Я никогда не удаляю комментарии, которые люди высказывают иную точку зрения, со мной не согласны. Я всегда что-то, может быть, объясню, что-то расскажу или просто проигнорирую. Я никогда не удаляю такие комментарии. Когда это не заходит прям совсем, знаете, на такой уровень просто беспрецедентного хамства, наглости таких, я сразу в баню. Вот так вот строго. Если бы у меня был канал, я не знаю, миллион подписчиков, и я просто бы не в силах была читать все комментарии, то я бы их и не читала. Но так как у меня вас немножко, и вы пишете, я вас читаю, я активно со своими подписчиками, то я не хочу, чтобы мне какие-то прям совсем откровенно ужасные комментарии портили настроение. Вот как-то так.